Алан Широ, номер 9, Саутгемптон. Гарри Линекер, капитан команды Тоттенхемп-Ходспорт. И Тони Дейли, 11 номер, Астон Вилла. Грэхэм, Тейлор, главный тренер английской сборной. Сборная СНГ. Братарь Дмитрий Харин, ЦСКА. Второй номер, Андрей Чернышев, Спартак, Москва. Кахабер Схададзе. Третий номер, Спартак, Москва. Африк Цвеева, номер 4, Динамо Киев. Игорь Ледяхов, пятый номер, Спартак. Игорь Шалимов, шестой номер, Горянский клуб, Поша. Капитан команды Алексей Михаличенко, клуб Глазго Рейнджа, Шапландия. Андрей Кончельскис, номер 8, клуб Манчестер Юнайд. Игорь Колыванов, номер 9, Итальянский клуб Фоджа. Александр Мостовой, фонтугальская Бенфика. Сергей Юран, также Бенфика из Лиссабона. Анатолий Бышевиц, главный тренер нашей сборной. Судейская бригада из Польши. Петер Вернер, главный арбитр Войтех Руды и Маркер Душа, судей на линиях. Дебют арбитра. Он проводил международный матч с участием сборных юношеских, молодежных, команд клубных. Простите, атакуют англичане. Леникер падает и теряет ключ. Но на уровне первых сборных он еще не работал. Это первая игра польского арбитра Петера Вернера. Вы обратили внимание, наверное, в составе сборной Англии. Сегодня нет футболистов таких популярных клубов, как Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Лидс. Ну, это связано с тем, что сейчас финиширует чемпионат Англии, финиширует и розыгрыш Кубка Англии. Эти команды проводили в последних турах напряженные встречи, поэтому этих футболистов поберегли для того, чтобы они спешно могли подготовиться к чемпионату Европы. Это первое. А второе, ну не знаю, футболистов Ливерпуля мы вам сейчас часто показываем. Вот, в частности, вчера в нашей постоянной рубрике «На пути к Уэмбле» показывали полуфинальный матч на Кубок Англии, где Ливерпуль играл Спортсмутов. И в составе Ливерпуля играли четыре футболиста сборной Англии. Ну, прежде всего Барнса, Дэй Джонс и Райт, и еще один игрок. Так что многих футболистов из Ливерпуля вы хорошо знаете. Наверное, вы знаете некоторых футболистов и нынешней английской сборной. Ну, во-первых, пять футболистов играло на чемпионате мира в Италии. Ну, а некоторые футболисты, опять же, в этих кубковых матчах, которые показывали, это и Дэй Ли, и Полкер, и Келн. Вмеча они атакуют эти первые минуты, они играют очень активно. В нашей команде приходится обороняться. Ну, несколько слов о нашей сборной. У нас тоже, прямо скажу, не самый боевой состав. И новички есть, и прежде всего, и Цхададзе, и Ледяхов, которые играли в таких полутаморфических встречах с клубными командами различными. У нас проблемы с защитниками, главным образом. Тяжелые травмы получили Кульков и Галямин. И вот нужно их заменить, потому что ни тот, ни другой, видимо, не успеют поправиться к чемпионату Европы. Итак, угловый удар. Борьба за высокий мяч. Мы знаем, англичане в любом составе будут драться, бороться, будут играть по-боевому. Ну, и вы ведь видите, в составе звезды европейской величины, это, прежде всего, и Линекер, и Блад. Борьба на фланге. Михаличенко, который недавно стал чемпионом Шотландии, и чемпионом он стал в очередной раз. Неоднократно был чемпионом Советского Союза. В Санкт-Петербурге он стал чемпионом Италии. И вот третье чемпионское звание у Михаличенко. Атакуют наши футболисты Сергей Юран. Он бьет сильно, и мяч летит за ворот. Акпер Паунса и реклама сейчас. Реклама закончилась. К этому времени наши футболисты вот дошли до угла поля и разыграют угловой, мостовой. Делают передачу Колыванов. Колыванов и Шалимов приехали. Тренеры очень обеспокоены от формы этих футболистов, спортивной формы. Потому что конфликтом с тренером итальянской Форджи. Колыванов почти не играет, Шалимов играет наоборот и заставляет его много тренироваться. В общем, Кончельский, Кончельский сойдет вперед. Кончельский с на месте правого защитника действия. Ну, хорошо его знают англичане. Один из лучших игроков клуба Манчестер Юнайтед. У нас он играет больше в обороне. Присматривая за кем-то, либо за нападающим, либо за полузащитником, который на этом фланге. Ну и подключается к атакам в матчах английского первенства и кубка. Практически часто играет Кончельский с чистого нападающего. Девятый номер Колыванов. Колыванов, Юран, одиннадцать, два футболиста. Тебе идут вперед. Конечно же, будут помогать и Кончельский, и Михаличенко, и Шалимов. Получили травмы защитники определенного плана у нас Кульков и Галявин. Те футболисты, которые выполняли, как говорят тренеры, персональные задания. Которые умели иитомизовать персонально конкретного игрока. Вот и поэтому сегодня у нас Сходадзе и Ледяха. Вот с этими заданиями каждый играет против определенного футболиста. Посмотрим. Сходадзе играет сегодня против Леникера. Вот смотрите. Леникер рядом. И сейчас был Цвеиба. Ну, Цвеиба, Сходадзе, они будут, видимо, меняться местами. Наш тренерский штаб, и Сарьков тут, и волшебец. Третий номер это Энди Синтон с клуба Клинспарк Ренш. Ну, мы знаем, что англичане хорошо головой играют, и удары у них хороши, и длинные передачи могут сделать. И вратари, как правило, выбивают далеко английский вратарь, вратарь сборной Англии Крис Вудс. Он играл на чемпионате мира в Италии. Сейчас он представляет Шеффорд Уэнсдей, опытный вратарь. 59-го года рождения, а раньше он играл в клубе «Класса Рейнджерс», играл в «Норвич Сити», и был постоянным дублером Шилтона. На скамейке запасных, вот видите, как напряжены лица тренера. Это непростая игра. Каждый тренер, не могу сказать, что это генеральная репетиция, нет, еще будут репетиции у той команды. Каждый тренер уже оценивает игрока, брать его или не брать в Швецию. Готов он или не готов, сыграть против такого сильного соперника. В последних матчах тренеры сборной Англии, возглавляемые Грехом Тейлор, проводят много замен. Ну, в частности, вот, помните, месяца полтора-два назад англичане играли с французами, победили их. Победили их, французы три года не проигрывали, победили за счетом 2-0. Так вот, из того состава, сейчас осталось в составе сборной Англии, только три футболиста. Вудс, Кион и Шио. Наши не торопятся, не торопятся, да и не случайно. Ведь команда обновлена. Вот, нужно сейчас и тактические какие-то варианты пробовать. Ну, и вот, главным образом, определить возможности защитников, наших защитников и переледяхов. И вот такой Дейли. Тони Дейли нам хорошо знакомым в Саут-Генту, нам показывали матчи с участием в Саут-Генту. Дейли. Дейли. Дюран. 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 Опасная ситуация. Вудс выбивает мяч и далеко бьет. Должен бить. Должен был ударить. И ударил, в конце концов, Михаличенко. Но и ноги упали защитники. Ну что ж, оживились трибуны. Сегодня около 30 тысяч зрителей в Лужниках в этом первом стоящем в большом футбольном матче. Ну, и еще раз мы смотрим атаку нашей сборной. Атаку такую, может быть, не очень легкую, не очень изящную. Приходилось преодолевать соперничество. Вот, смотрите, один с другим бросались в ноги английские защитники и полузащитники. И мяч у Криса Мюнца. Гарри Леникер уникальный футболист, умеющий забивать. Был и лучшим снайпером в чемпионате мира. И выступая за свою команду, за сборную, я по-то там хему не говорю, потому что он в разных клубах играл. Вот он сейчас проводит 73-й матч в составе сборной Англии и забил 47 мячей. Результат очень хороший, очень высокий. Ну и хочу напомнить, что он играл в разных клубах. Речестер, Эвертон, в Барселоне играл. И в Тоттенхеме он все время забивает. Это год последний в Тоттенхеме для Леникера. Он уезжает, как говорится, на заработки, уезжает в Японию, будет играть на один из японских клубов. Наши футболисты стараются играть в эти первые минуты широко. Особенно хорошо используется правый клуб. И очередная атака Кончельскиса. Перед ним два соперника. Кончельскис на коротке хотел сыграться мостовым. Не получилось. Англичане мяч отобрали. Тревор Стивен, восьмой номер. Ну и здесь Леникера. Плотность терегут. Особенно Леникер опасен в штрафной площадке. Ну, может быть, даже можно какое-то сравнение провести с Герхардом Мюллером. Есть футболисты, их мало. Которые рождаются нападающими, рождаются снайперами. Не просто нападающими, а именно снайперами. Вот в штрафной площадке за ними нужен глаз да глаз. Четвертый номер. Высокий спортсмен. Это Карлтон Пальмер. Немного матчей провел он за сборную из клуба Шеффелл Буэнсдэй. Ну и наш Дмитрий Харин. Угловой, угловой. И мы должны быть внимательны, так же, как и наш вратарь. Потому что англичане хорошо играют головой. Мяч выбит удар низом. Да, от сердца отлегло у нас с вами. Хоть и не от своего футболиста получил игрок, бьющий по воротам. Я не видел, кто бил. Но, тем не менее, удар с 17 метров был опасен. Низом. И защитников, и нападающих перед Харином было много. Пятнадцатая минута. Первый тайм. И пока 0-0. В товарищеском международном матче сборных команд СНГ и Англии. Наверное, вас интересует, кто в резерве нашей сборной. Это и угличан. Кит Керрилл. Ник Мартин. Найджел Клав. Хоу Тюр. Ян Райт. Это запасные игроки сборной Англии. У нас Танислав Черчесов, Виктор Анопко, Сергей Кирейков, Владимир Лютый, Валерий Карпин и Дмитрий Христов. Встречали вот такую. Чем хороши английские команды. Сборные и клубные. Вот у них нет комплекса своего и чужого поля. Одинаково успешно играют и дома, и на выезде. Вот не знаю, то ли это с детства такое воспитание. Мало команд. Есть, которые вот тут-таки играют одинаково и дома, и в гостях. Вот, допустим, Барселона. Блестяще играет дома. Как на выезде, так либо проиграет, либо ничья. Даже в национальном переводе. К примеру, и наши такие клубы. Блестящая комбинация наших футболистов. Водоколевого фланга Михаличенко. И еще одна деталь. Обратите внимание, как англичане выполняют подкаты. Поле хорошее, ровное. Ну, вы знаете, сейчас еще ведь не лето. Сейчас еще разгар весны. Тем не менее, поблагодарим работников Можниковского стадиона. Большой арены. Поле в отличном состоянии для этого времени года. Вообще в хорошем состоянии. А для этого времени года в отличном. И поэтому подкаты можно применять без риска, без опасности. Получить травму. А народ-то подходит. Может быть, даже сейчас уже больше 30 тысяч. Схвастить и сцены, конечно, сейчас иные, чем раньше. Многие не привыкли. И 40, и 50, и 80 рублей стоит билет. Но и футбол того стоит. Почему концерты, шоу собирают не только большие аудитории, но и большие денежные сборы. А чем звезды футбола служат? Поэтому должны привыкать. И здесь цены, конечно, будут расти. Нужно жить в стадионе, нужно жить футболистом. Англичане тоже стараются играть широко. Нет, не удалось. Покат, покат сделал. И гол! Гарри Линекер забивает свой 48-й мяч. И аплодисменты. Вот Гарри Линекер. Я говорил вам, глаз да глаз нужен за ним в травмной площадке. Гарри Линекер номер 10. Можно его и Гарри назвать, как дикто называют. Но, по-нашему, Гарри. Смотрим. Атака вроде бы... Это Тони Дейли. Светящий игрок, защитник Саунт Гентона. Убежал. Сделал передачу. И посмотрите. Кто его атаковал? По-моему, Свеева и Скадаза вместе. Но Гарри выпрыгнул. Давайте еще раз посмотрим. На голову выше был всех. Обыграл Ледяхова. Сделал передачи. Смотрите. Борьбы так практически нет. Гарри выпрыгивает выше. И, может быть, не прав. Может быть, я не утверждаю. Может быть, не прав Дмитрий Харин. В этой ситуации наносился ведь удар с линии вратарской. Может быть, ему нужно было выйти и нанести удар кулаком. И так англичане выигрывают. Два матча они проводили в Москве на Лужниковском стадионе. Из 11. Вообще встречи. Один раз ничья. Один раз англичане выиграли. Это к разговору о том, что им все равно где выигрывать. В 73-м году они выиграли. Последняя игра была в Союзе. 2-1. Главный тренер Грэхэм Тейлор. Вновь угловой и вновь у нас неспокойно. Конечно, игра не на результат. Конечно, игра на то, чтобы выявить в том числе и недостатки. Но вот я уже обращал ваше внимание. Вот сейчас парень правильно поступил. Не очень внимательно сыграли в обороне. Проблема обороны тревожит нас, тренеров, нашей команды Дейли. Михаил Ищенко. Сигра на 19,5 минут в первом тайме. 1-0. В пользу гостей, в пользу сборной Англии. Леникер. Второй номер Гарри Стивенс. Я вам говорил, что сейчас он выступает за... Но он и сейчас выступает раньше. Выступал за клуб Глазго Рейнджерс. Вместе с Михаил Ищенко. Дебютируя в 1985 году против сборной Италии. С тех пор постоянно в сборной. Надежно провел чемпионат Европы, чемпионат мира. Ну и в Глазго Рейнджерс он пришел из Эвертона. Куплен был в то время за 1 миллион пунктов. И стал одним из немногих, что ли, импортных англичан в составе шотландской лиги. Первой линии. Второй номер Гарри Стивенс. Он сейчас начинал комбинацию. Пока лучше играют гости. Согласитесь, атакуют. И они как-то чувствуют на Лужниковском стадионе свободность. У нас футболисты в некоторой скованность. И все это не случайно. Ну, во-первых, разный уровень подготовки футболистов. По одних. Вот только что кончился чемпионат. Вот как кончается чемпионат. Как у Качельскиса, Шалимова. А у этих футболистов, да и еще у некоторых других. Спортивный сезон чрезвычайно затянулся. Без отдыха. То они играли в играх нашего чемпионата. Потом сразу приехали за границу и без перерыва там стали играть. Так что мы сейчас видим, что не в разной форме футболисты спортивные наши. Пока в обороне нет взаимопонимания. И пока полузащитники плохо снабжают мячами. Ихал Иванова и Юрана. Вот Юран сейчас на правом фланге. Вот он склонил мяч. И можно идти вперед. Забирает скорость. Юран кончет ростную площадку. Нет. Опять подкат выполнен. С нарушением правил. С согласными. Дэш Уолкер нарушил правила. Один из опытных всех футболистов сборной Англии. Дебютирует в 88-м году на чемпионате. Мячей с командой Дании. В товарищеском матче. Ну и... Ну вот. Сейчас показали нам сборную команды наших актеров. Которую будет играться сборная команда Италии. Первым айтем на этом стадии. Но об этом позже. Смотрим. С тобой упадет штрафный удар. Мягко. Делает передачу. Застрял. Кто-то с мячом наступил на мяч. По-моему, Схададзе. Удар не очень сильный. Без труда. Крис Вуд ловит мяч. Я говорил вам про Десса Уолкера. Защитника. Великолепно делает подкаты. Хорошо ориентируется в штрафной площадке. Может играть и в полузащите. И... В защите, ну, пока я вам говорю, почитайте там. Бегущую строку. Матч продолжается. 23-я минута первого тайма. Одумаю, выберет англичанин. Матча старается сейчас наладить атакующую игру. Мостовой идет прямо центрального защитника. Пас налево. Отбит мяч. Отбит. К сожалению, Тревор Стивен. Восьмой номер был с мячом. Пас направо. Очень хорошо используют фланги. Англичане. Вот и после флангового прохода был забит мяч. И сейчас... Хорош был фланговый проход. Очень часто англичане обратили внимание. Леникер оставляет одного в штрафной площадке. Вот. Он один. Может обыграть уж одного-то защитника. Точно может и двух. Потому что если еще кому-то из английских нападающих прийти в штрафную площадку, то, как правило, за ним придет и наш защитник. Вот, чтобы Леникеру было спокойнее, посвободнее в штрафной, стараются в сторону уйти на фланги нападающие, защитники. Или сзади него держатся. Есть такие нападающие, которым нужен простор, и которые в одиночку могут решить даже исход матча. Кончельский с Лидяхом. Мостовой. Чуть-чуть побыстрее хотелось бы, чтобы наши турболисты играли. Это Карл Тонпальмер. Вот он сыграл некорректно. Некорректно. И желтая карточка абсолютно, как говорится, заслуженная показана ему. Помню, что сегодня обслуживает матч. Бригада арбитров из Польши. Главный судья Петер Бернер. Первое предупреждение. Михаличенко Лидяхов. Тони Дейли. Вот он сделал голевую передачу, пройдя по правому флангу. А сейчас он на левом фланге. Вот видите, это ведь не случайно. Это для того, чтобы... Безусловно, это задание тренера. То, чтобы... Для того, чтобы защитники не привыкали. Все время сюрпризы. Вроде приноровился защитник игре против определенного футболиста. На тебе его нет, кто-то другой. А он уже на другом фланге. И в этой ситуации можно упустить, выпустить из поля внимания определенного игрока. Англичане играют тактически разнообразно и заставляют наших футболистов ошибаться. Алан Ширер, 9-й номер. И Саут Гентона. Тоже вы его видели. Проводит сегодня второй матч, 9-й номер, за сборную своей стороны. Вот несколько месяцев назад, когда брали интервью у Линекера, спрашивали, есть ли хорошие нападающие. Сказал, что вот один из молодых и очень способных нападающих, это Алан Ширер, который в любой момент, если он идет из сборной, может его заметить. И вот сегодня Ширер на поле, иногда даже рядом с Линекером. Наша команда атакует Ледяхов. Оттеснили его на правый фланг и вот потеряли. Нервничать, условно, и просто играть за сборную. Ледяхов тоже играл 2-3 матча. Шалимов, 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 ходят в штрафную площадку, можно ударить, Игорь. Михаличенко справа, рядом. Два соперника передачи была. Хороший, хороший, но вот Юран немножко сейчас был нерасторопен. Одиннадцать матчей, одиннадцать раз играли сборные Англии и, как говорит, Советского Союза. И печане выиграли пять раз, наши всего лишь три. Синтон. Энди Синтон, третий номер. Стивенс. И длинная передача обязательно. Карлтон Пауна, высокоростом, четвертый номер, это полузащитник. Пусть вас не смущает. Мы видели, вот он получил, по-моему, же предупреждение. Может быть, я ошибся. По-моему, как он в шпагате играет, как хорошо использует свои длинные ноги для отбора мяча. Англичане отбирают хорошо мяч. Я думаю, что даже футболистический прибавит скорость. И тогда полегче будет проходить насыщенную оборону сборной Англии. Полузащитники успевают при такой спокойной игре подходить назад. Вот вы посмотрите, сколько у линии штрафтов. Войти штрафтует трудно. И мяч застревает. Шалимов сейчас опять с мячом. Пас, отличный пас. И прекрасная комбинация завершения. Хороший удар. Аплодисменты и вратарю. Это вторая в настоящем атакующей комбинации. Смотрим еще раз. Завершал атаку Юран. 29-й минуту первого тайма. Напомню, счет 1-0. Мяч забил Гарри Ленингер. Попытка наших защитников играть так же, в том же стиле, как и защитники. Мяча, ну сейчас не удалось. Ахрик Цвейба прошел через все поле, но мяч потерял в конце пути. Дели, Шерер, Стивен. Пока не очень заметен плат. Безусловно, ярчайший футболист. Один из лучших полузащитников Европы. Сейчас он играет в итальянском клубе Барри. Играл в Астонвилле. Много играл, долго играл. Дэвид Платт. Как и нападающий играет, может быть, полузащитника. И чем сильнее соперник, тем лучше играет Дэвид Платт. Думающий игрок. С инстинктом, что ли, на голы. Вот он очень часто забивал. Да и в Барри он постоянно забивает. За большие деньги куплен в Барри и лучшие итальянские клубы готовы в Барри перекупить его. И так напоминает Дэвид Платт. И он на футболке седьмой номер. Дэли. Пока наша команда очень редко использует длинные передачи. 15-20, либо на коротке. Отыскивается ближний игрок, либо средний передач. Но вот сейчас, может быть, удастся сделать Михаличенко. Юран. Можно бить. Кому? То ли Александр Муставой пытался таким резаным ударом отправить на челюбок, то ли делал передачу. Трудно сказать. Сейчас будет повтор, может быть, мы посмотрим. Ну что выражает лицо нашего главного? Такие заботы, заботы, заботы. Вот все. Не все в порядке, не все доделано. И времени мало осталось. До чемпионата. Но сейчас мне просят сделать паузу. Сейчас сделаем повтор. Таким. И тогда, может быть, показать очередную рекламу. Вот еще раз смотрим. Это так вот здесь Юран сделал передачу, но кто на нее откликнулся, смог. Это пазм, безусловно. Это не удар, это передача. Ничего серьезного за это время у нас на поле не произошло. Сейчас выйдет очередную атаку сборной СНГ. Михаличенко. Упал. Что же он упал-то? Не в ту сторону. Продвигал мяч. У него в ногах морг подтолкнули, не знаю. Но у Михаличенко жаловаться, обращаться к арбитру не нужно. Он уже привык к футболу, к британскому. И знает, что арбитры никак не реагируют на просьбы игроков в значении штрафного, пенальти. Восьмой номер Андрей Кончельскис. Еще раз обращаю внимание. Он и сегодня хорош. Упорнейшая, напряженнейшая борьба была в английском первенстве. Но это вот ведь подкат чисто используемый. Мячом коловарно добрали. Лидс и Манчестер Юнайт. Лишь за два тура Лидс стал чемпионом Манчестера, остался на втором месте. И весь этот напряженнейший турнир, длинный, долгий. Манчестер лидировал, тогда уступая, может быть, в лидерство Лидсу. Чаще лидировал Манчестер. И все время в основном составе играл Андрей Кончельскис. И все время он был одним из лучших. И голы спел. А пока мы смотрели, как вначале атакуют. Дейли, Тони Дейли. Один из ветеранов команды Астон Вилла. Знаете, редко в Англии футболисты играют в одном.